Я не хотел бы пользоваться микрофоном, я думаю, что меня достаточно хорошо слышит. А я хочу, что могу сказать, на инстанции. А вы там еще подойдите? Да, нужно еще много слышать. Я думаю, что так, я пытаюсь говорить достаточно громко. Если вы меня не будете слышать, то мне просто дайте знак. Да, я тогда буду говорить громко, и готовы к вам подойти. У вас, на самом деле, не так много времени осталось. Там, по сути, мы уже шести часов здесь с вами, потому что дальше зал, должно быть закрываться, но я надеюсь, что они больше успеют определиться. Я немножко расскажу о себе. Зовут меня Владимир Елисеев. Я имею непосредственное отношение к фестивалю, потому что участвую в нем в качестве ситаиста и организатора, особенно в первые годы, когда он только потом начинался. В сегодняшний день, как я продолжаю ходить ситае, то я не участвую в фестивале, так получилось. Вот, и хотел бы поделиться теми знаниями, которые я получил в Индии, и которыми я продолжаю делиться в последние 4 года. Это, собственно, язык Индии, который является государственным языком для Индии. И, с моей точки зрения, это очень важные знания, которые могут быть полезны всем, кто любит добрый, связан с Индией, особенно тем, кто занимается каким бы то ни было искусством, будь то танец, будь то музыка, будь то, что бы то ни было. Потому что могу сказать сразу, что для индийцев человек, разговаривающий на английском языке, это совсем не то, что человек, разговаривающий на Индии. Это как две абсолютно разные вселенные, скажем так. И получить доступ к тем или иным знаниям, к тем или иным людям, не зная Инди, бывает просто неразначным. Потому что он, особенно, скажем, уехал за город, разговаривать на английском вообще не должно, что люди его не занимают. С одной стороны. С другой стороны, Инди он прекрасен тем, что, как я говорил, это говорит очень много человек, как вы видите, да, вот здесь вот, по количеству языков, по основным индийским, вот статистика, вот того, сколько человек говорит на этом языке. М – это, собственно, миллион. Да, то есть, 422 миллиона, но это, на самом деле, церковь разонеженная, потому что если взять тот же самый внук, по сути, это тот же самый хинди, просто он решится другими внуками, арабскими внуками. Но, если так разобраться, это один из жизней. Но самое интересное, о чем я хотел сегодня поговорить, это о том, насколько Инди является языком музыки, можно так сказать. История о том, что, хотя это и отдельный язык, все эти языки, которые вы здесь видите, Маратни, Тамир, Нейгарин, Тилугу, Баджирати, все, они вообще, все индийские языки, они вышли из одного языка – санскрин. И поэтому панетическая система, то есть, произносятся звуки по всех этих языках, она абсолютно единая. То есть, если вы выучили один язык, ну, скажем, хинди, для примера, да, это значит, что вы выучили звуковую систему практически всех индийских языков. И в случае, если вы потом захотите учить какой-то другой индийский язык, будь то, Бенгалии, Маратнии, или даже соседние, там, Непали, например, то это не будет составлять большие сложности, потому что звуковая система абсолютно одинаковая. Где-то даже письменная система, ну, например, в Индии, Непали, вот эта система Диманагри, ну, вот эта письменность, которая называется Диманагри, но абсолютно одинаковая. Произносятся предложения совсем по-разному, звуковая система абсолютно монетика. Ну, например, на хиндии сказать, как вы себя чувствуете, да, я хорошо. Это будет Абкайсээ, Нэндикху. Нэндикху, тапайка с точка, малая рабочка. Да, то есть совсем другие звуки, но при этом сама грамматическая структура одинаковая, и звуки, которые используются в тех и в другом языке, они единые, и поэтому легко могут люди понимать друг друга. Что касается письменности, я вот специально нашел вот такой пример. Здесь стол трак, небольшая, конкретическая Шива Радшатл, Гармана Шарадзла, Вазарад, Штат Сфарам. И при этом вот это, она же написана, то есть тот же самый текст, написан на других английских языках, не только английских, да, вот это тайский язык, вирма, лаос, да, звуки, которые будут произносить во всех этих языках, несмотря на то, что скринт разный, они будут абсолютно одинаковые. И при этом сама эта звуковая система, она устроена очень интересным и чудесным образом. Но прежде чем саму систему звуков, почему мы еще представляем такую интересную вещь, да, это страница из учебника Хинти для самих видителей, собственно говоря. и практически из класса в класс, вот эта первая часть, первая глава, которая посвящена самому языку, она уверена вот таким образом, в ней говорится о том, что речь Бхаша, она делится на два вида, Могикха, Бхаша и Ликхид Бхаша. Ликхид Бхаша облачает так, которое написано, да, то есть это то, что мы пишем и то, что мы читаем. А Могикха, Бхаша, это то, как раз то, как мы общаемся, то, что мы говорим и то, что мы слышим. Существует на самом деле еще одна Бхаша, мы сейчас за ней особо не будем болеть, это так называемая санкетик Бхаши, да, это Бхаша сигнал. Санкет означает символ сигнал, ну, то есть, вот, как мы говорим, железнодорожное движение, когда вам светофор, какие-то знаки, и по ним мы ориентируемся и понимаем, можем мы переходить светофор, не можем мы переходить светофор. Так вот, сегодня я хотел бы проговорить именно про звуковую систему. И, как я говорил, основа всех индийских языков это санскрит, и поэтому в качестве алфавита я взял именно алфавит санскрита, но здесь зеленые, видите, такие кружочки, это те луквы, которые в Хильде сейчас не сходят. И по-другому, письменность как раз она называется Дева Нагари, Либия это письменность, Дева Нагари означает расшифрованность, как Дева, это божество, Нагар означает город. Город божества. То есть каждая буква, можно сказать, отдельное божество. Само по себе слово буква тоже интересное значение имеет, оно произносит акшара. Акшара означает не стираем, то, что невозможно уничтожить. И делятся они в санскрите, но и в дальнейших других индийских языках на две глобальные группы первая, так называемые, в кавычках, гласные, потому что они не совсем у гласных в нашем понимании. Здесь вот прямо сразу связь с индийской музыкой, потому что называются они свара. Вот так нот в индийской музыке называется свара, точно так же и гласные, в санскрите, в хинде и других языках индийских, называется свара. Свара означает само достаточно. Это то, что не требует для образования этого звука каких-то особых дополнительных, можно так сказать, усилий. Ну и пример, смотрите, звук А, вот когда мы его произносим, мы не сжимаем внутри рта, не замыкаем никакие части, никакие мышцы, мы легко просто выпускаем воздух, и он образуется. Вопрос сразу к вам, где образуется звук? Где внутри родовой полости у нас образуется звук А? Где он находится? В гортане. Точно, он находится в горле. И, соответственно, у нас два звука. А короткий, А долгий. И вот здесь начинается магия санскрита и магия как бы индийских языков. Заключается она в том, что все звуки, они образованы по тому, вот здесь грубирован дальше, вы видите, по тому, где они образовываются. И все звуки, они, вот если я ладонь вот так приложу, к своему лицу, вот есть пять точек, вот как вот я ладонь приложу, где находится, в окончании пальца, где находится звук. То есть это горло, это дальше вот здесь, то есть это задний нёбл, можно так сказать, или это церебральные звуки. Дальше это вот в середине, это те звуки, которых в русском языке вообще нет, как, скажем, арабском, и других языках. Это нёблые звуки, отдельно про них расскажу. Дальше зубные звуки, ну их просто много, с, например, для того, чтобы этот звук образовать, нам нужно зубы сжать, для того, чтобы этот звук произошёл. И губные звуки, например, нам, чтобы этот звук произвести, нам нужно сделать это движение губами. И как гласные, так и согласные, они образуются вот по вот этим пяти, можно так сказать, ну там, по пяти. Вообще число пять в индийских знаниях, индийской культуре, оно очень знаковое, очень важное, скажем так. Есть, например, панча таттва, пять основных первоэлементов. Панча тантра, может быть, знаете, да, это книги вот известные. Тантра означает систему, пяти системе, можно так сказать, да, панча гавны. Это пять продуктов, которые даёт корова. И очень много, как бы, чего, оно связано с числом пять. Пять. И, собственно, звуковая система полностью с этим тоже взаимосвязана. И тракт первый звук А, следующий звук И. Он находится у нас в середине. И, если вы начнёте произносить, вы поймёте, что здесь. Следующий звук У. Да, вот трубочка глупая, вот это уже у неё звук. У. Да? Дальше особый звук, который вот у нас не совсем есть, точнее есть, это РИ. Да, вроде как согласно, но в то же время это классно. Слово РИ и ШИ, например, мы, может, слышали, да, мудрецы. РИ и ШИ. Это Р с мягким знаком, можно так сказать. Мягкая Р. РИ. РИ. Следующая строчка, это звуки, которые уже вроде как свободные, но они образуются сочетанием. Да? То есть, например, звук Е. Если вы посмотрите, что происходит внутри, Горло, оно соединяется средней частью. Вибрация, она происходит не просто где-то в одной точке, она как бы переходит от одной точки в другую. Е. Да, короткое Е, долгое Е. Следующее. О. Да, опять же, мы, чтобы этот звук произнести, мы горло должны подключить. Мы не можем просто это БУ. О, оно прямо находится на кончике буквы, на которой он находится. О, оно требует уже подключения горла, для того, чтобы этот звук произошел. Но при этом, опять же, мы никакие мышцы не зажимаем, поэтому это точно также остается с вами. Следующий звук ОУ. ОУ. Ну, например, слово ОУ. Да, широко известное, он как раз вот с этой буквы пишется в химии. ОУ. Следующее, вот как раз мы говорим про М. Это тоже отдельная группа звуков, на самом деле, которых в русском нет. Это так называемые назальные звуки. Да, это вот точку. Очень важный, на самом деле, звук и, конечно, в итоге, символ. Я на него еще отдельно расскажу. Он называется Амуслара, либо Бинду. Бинду само по себе слово означает точка. И произносится, он сочетается с самыми разными буквами. В данном случае он буквы соединен. Он может соединяться с другими буквами, как М. То есть вибрация, она происходит в пазах носа. Это М. Да, не М. Это М. Просто вот как мычание, М. Если говорить, опять же, проводят саму ум, то это вот как раз вот этот М, который находится здесь. Ну и последнее, так называемый писарга. Она в хинди встречается, но очень редко, в тех словах, которые пришли из санскрита. В санскрите это звук тудма, в зависимости от предыдущей властной, и он меняется сигнификатором как правило мужского рода. Я слов мужского рода в конце этого слова пуруша-ман, например. соответствующим он. В самом хинди он тоже бывает, поэтому я не стал его выделять, потому что его нет. Бывает слова, которые с этим звуком встречаются, но очень редко на самом деле. И если переходить уже к самим согласным, то они, как я и говорил, 5 групп, вот они у нас есть. Раз, два, три, четыре, пять. Панч-варки называется 5 групп звуков. И вот они называются канхя. Канха означает горло. Талавья. Талавья вот как раз заднее нёбное или церебральное. Церебральное это значит, что череп эврирует в тот момент, когда мы производим эти зубы. Нёбные мунхя. Зубные так я да зуб собственно. и овская это умные звуки. И дальше внутри они тоже делятся. Первый видите столбцы как у нас получается. Первый столбец это глухая согласная. Третий столбец это звонкая согласная. А посередине между ними второй столбец и четвёртый это те же самые согласные только с придыханием. То есть тут на хинде написано альпа прана маха прана. альпа означает немножко чуть-чуть выдыхание. маха прана маха означает много выдыхания. И вот берём горловые звуки первое к и следующее то же самое с придыханием х ну там например шару х да может знаете комедия известная г да как г русская звук более слом как звук то что у нас во рту с точки зрения резонанса происходит как похоже но это делается более слом г г и следующий соответственно то же самое как с придыханием г г г г г г например ну может быть знаете топлённое масло г вот этот ряд я пока оставлю потом вернёмся это как раз назальные звуки в каждой из этих пяти варг существует свой назальный звук следующая часть талавья это церебра ч ч ну как русская буква ч да чемодан чематар и то же самое только с придыханием чхат 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 ну как я говорил ровро чхат да вот как раз там и будет то самое ровро чхат в Непале очень часто этот звук встречается джа похоже на ч но дж да джунгли это вот как раз слово хинди означает лес это не обязательно пальмы и кокосы да джунгли означает лес в принципе наш лес тоже можно называть джунгли с точки зрения джа вместе с придыханием джа да причем это фа не х как в русском языке да х в русском языке оно твердое х а это просто выдох предыдыхание чхам чхам следующее вот это особо сложная группа для и особо интересная скажем так для всех видимо и студентов потому что этих звуков у нас нет совсем это нёмные звуки но они на самом деле не так сложно производятся если понять сам механизм что происходит нам нужно поднести язык к нёгу и только потом делать этот звук прежде чем мы перейдём к этой группе я предлагаю пройти по зубным потом мы сюда вернёмся потому что они в одни из других вытекают зубные тап ну в русском языке тап да что происходит когда этот звук язык у нас к зубам подносится да и за счёт сжимания зубов то же самое с передыханием тха следующий д более звонкий тха понятные для русского человека звуки теперь берём те же самые звуки зубные которые мы смотрели берём вместо того чтобы подносить язык к зубам его упираем в нём вверх тап 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 вообще это одна из югических как бы замыканий панат это называемый тхо тхо а теперь сделаем то же самое только с передыханием тх 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 означает окей хорошо как бы это не тх не тх это не тх 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 т.е. он как бы убирается язык и сбрасывается вот этот момент когда мы звук произвёл тх ну такая гимнастика языка следующий звук тоже очень интересно звучит тоже как звук в русском но опять же мы краем языка нём и произносим русскую звуку тх 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 если эту же букву написать с точкой внизу но в основном смотрите она не означает но вот если с точкой внизу её написать то это будет звук р русский оно опять же через через язык нём р как английское р практически р да ну например есть в индийской музыке такое понятие как покар да раги покар это основной основной рисунок скажем так который обретает рагу музыкальный рисунок на котором мы можем рагу определить одно от другого и само слово покар покарна означает ловить поймать то есть покар это то что нам позволяет поймать эту рагу зафиксировать её и собственно с ней взаимодействовать ворота причём если мы вот с этими звуками напутаемся да вместо мор например скажем мор да или наоборот вместо мор то это может быть серьёзная ошибка потому что одно означает павлин а другое означает поворот и вот эта буква немножко может поменять собственную весь мысль следующий звук да опять же как букву только ну и опять упираем язык в нем ба 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 угу и точно так же если с точкой внизу р ба р ба очень обычные звуки для нормального человека особенно если не знать что происходит поймать их и понять как они вообще воспроизводится бывает очень сложных слов но если понимать вот эту механику внутри то в общем все достаточно просто да значит что у нас случилось ха ха да ль ха и последняя строчка да достаточно просто для нас это жгутные звуки па ха ха ну то есть пыли и цыр ха сейчас очень часто хитии из-за того что как бы они перемешались с мусульманами достаточно давно этот звук он должен точно обозначаться звук ф заменяется и некоторые слова которые на самом деле должны быть х ха например фру они произносятся как фа и вот с этой буквы бывает что некоторые есть скажем так в бутынице в хиндии с хиндик говорящим ба ба ну как бы русское ба 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 ну то же самое только с с выбором есть отдельно еще группа вот сейчас мы как назад перейдем это так называемый полукласт полукласт потому что они как бы на стыке находятся между вот этим янджином то есть все что мы сейчас произносили эти все звуки они называются янджином потому что нам приходится соединять язык с небом зубы замыкать зубы замыкать вот эти звуки они как бы на стыке происходят я как я русское ра ла и ба да ну вот если вы посмотрите это вроде как не замыкание как у него например да но в то же время нам глупо приходится как бы сжимать да для того чтобы этот звук произвести это не звук о который нам ничего не приходится или у да в котором он просто растал а немножечко приходится все-таки что-то зафиксировать для того чтобы этот звук произошел ну и тут еще небольшая группа это вот ша ша са ну это шипящие так называемые и отдельная вот буква ха при дыхании ну ша это уже не которая когда уже глупость связана вот возвращаясь как бы к назальным буквам здесь они точно так же могут быть как вот по вот этим пальчеварным горло соответственно церебральные они точно так же происходят и в этом смысле особенно сложно вот эти вот первые два звука для нас очень необычно но могу сказать что сразу в хинди они не так часто используются на серии даже больше я так сказал они очень сильно используются на южно-идийских языках тамилии малаялам канада там вот эти звуки потому что в нем как бы санскрита больше присутствует сам хинди на самом деле не очень старый язык ему было 200 лет он такой как бы ново сделанный из диалекта хари-поли но существует еще более старые языки в Индии которые до сих пор используются в них вот эта вся звуковая система она есть и в них скажем так вот это звучание произношение слов оно более строгое опять же это связано с тем что север Индии был оккупирован в Могорской цивилизации и поэтому язык он очень сильно перемешивает сейчас очень много в хинди слов в том числе арабских ну там кита например калян это прямо вот из парси либо из арабского языка собственно те или иные слова которые в хинди сейчас активно используются несмотря на то что у них есть свои санскритские слова более хревние более рабочие так вот первый звук вот этот это это н н н который головой н н н то есть возникли н и произношение нь ну самый простой пример это название реки дон н н Да, она правильно должна произноситься именно так. Она, во-первых, женского рода, все реки, люди, они женского рода. То есть кто придумал данных, для меня это до сих пор большая загадка. Причем есть название мужского рода, я имею в виду, что река называют сутлеточный пример. Да, означает «солнце», это один из них. Но при этом она все равно женского рода. То есть нужно с точки зрения грамматики расплоднять, название это реки, прилагать или какие-то добавлять, в любом случае они будут женского рода. Следующее, да, церебральное, но, это у нас не уже здесь, да, но, вот уже вот здесь. Следующее, слово Кришно, например, да, известно, да, черный смысл переводится, и вот там не Кришна, да, не Кришна или еще как-то. Это вот опять же нам нужно уберечь из-за днева и произнести буквы Кришно, но, но. Да, то есть есть разница между ньо, когда это у нас здесь, и когда у нас ньо, ньо, когда оно у нас на кончике языка. Это эм, как русское, да, следующее, собственно, зубное, ньо, да, вот можно почувствовать, как у нас вибрация между зубов, как у нас вибрациями, когда мы его произносим, какой-то этот звук, ньо. И мьо, да, губной звук, мьо. И если возвращаться вот к той точке, про которую я вам показывал, да, вот она здесь, анусвара, да, вот она в словах может встречаться и заменяться на любую из вот этих вот, собственно, букв. Поэтому, собственно, слово ГАНГА, оно может писаться и с этой точкой, и может писаться вот с той самой вот хитрой буквой, которая головой. Называется она анусвара, а, свара, да, вот у нас уже было это слово, да, то есть самодостаточное. Анну, приставка в санскрите, означает то, что следует за, да, например, анну гачать, идти за, анну чалать, двигаться за, анну вад, или анну вадать, означает перевод, да, то есть кто-то говорит, я за ним говорю вслед, но уже каким-то другим языком, например, да, слово анну вад, вад или вах, это вот, собственно, речь, и анну означает следующее, соответственно, анну свара, это то, что следует за вот этим самодостаточным звуком, ну, не эхо, можно так сказать, а поэтому оно как раз у нас, ммм, оно как бы не сам звук по себе, а как бы эхо, которое есть от этого звука. И следующее, похожий значок, да, это то же самое, называется антханусвара, или чандрабибру, чандра означает, что он месяц, вот, на картинах я вот видел, вот, видите, вот здесь, например, да, месяц как разображен, ну, как бы вот перевернут, в Индии месяц, полумесяц он улетит именно таким образом, то есть особенно на всей Индии, если вы окажетесь его соответствующим классом, да, то есть если у нас, у нас сверху, как бы, как бы, в глубоком лежит, как правило, когда он ее видел, в Индии она именно снизу лежит. И артханусвара, слово артха означает половина, да, то есть тот же самый звук, только в два раза короче, то есть у него ммм, скажем, ммм, более коротко. Но вот эти звуки, они особо важны для правильного произношения слов, скажем так, и для той самой магии, которая есть в санскрите и в тех языках, которые из него вышли. Да, и здесь дальше просто есть немножко примеров того, как буквы соединяются, да, то есть если мы уже буквы соединяем, у нас могут появляться новые значки, новое изображение, но вопрос не в изображении, о чем сегодня хотел бы поговорить, вопрос именно о звучании. И очень интересно то, что, да, вот, по написанию, опять же, вот, например, слово Хиндустань, Северная Индия, да, это вот как оно написано на Диванагаре, а это оно написано на урду, на арабской письменности. Если здесь оно читается слева направо, как у нас по-русски мы читаем, то здесь право-налево. Особая замечательная вещь, которая есть в Хиндии и в других, собственно, индийских языках, это то, что, скажем, в русском языке, и особенно в английском, возникает очень большая путаница с тем, как слово прочитать. Да, потому что, например, буквы Ю в одном месте она читается как У, в другом месте она читается как К. Буква Си в английском. Она где-то читается как К, где-то читается как Си. В русском языке тоже ей нужно такое зреть. Ну, например, слово КОРОВА, да, ну, просто так, сходу, мы не пишем БОРОВА, но БОРОВА мы не говорим, мы говорим КОРОВА. Да? И санскрит, и все они вытекают через него в этом смысле языке, они замечательны тем, что как оно пишется, точно так же оно произносится. Нету никаких, как бы, разночтений. То есть символ означает соответствующий звук, и один символ не может вдруг поменяться, там, в каком-нибудь случае, играет. Он в одно звучание, друг говоря, в другом случае он производит другое звучание. Такого ни в санскрите, ни в любых языках не было. Индийских языках. И, ну, вот еще немножко примеров, да, это вот ВДУ, опять же, как он выглядит, совсем как бы казалось бы иначе, но звуки все же самые. Это то, как вот эти значки, опять же, звуки, они были в самых разных индийских языках, да, то есть Диманаги, Гуджирати, штат Панджаб, Дингалия, Орчха, Тилугу, Тимилнаду, Канада, Кранатака, Майалам, Сингал, да, то есть значки могут быть самые разные. Но при этом само звучание, оно будет абсолютно одинаковое. И с хинди еще очень интересно то, что если вы понимаете основные слова, скажем так, особенно если вы учите шот хинди, так называемый хинди, у него еще есть много разных видов, скажем так. Потому что есть числи хинди, в которых, ну, там, 90-95% это санскритские слова, да, то есть древние санскритские слова. Причем даже очень интересно то, что для новых слов, которые сейчас являются современные, в санскрите тоже есть эти слова. Есть даже специальный институт в Дели, который их придумывает в каком-то смысле, организовывает, и при этом это очень логично. Ну, смотрите, например, телевизор, да, скажем. Это слово означает дур-дарша, ну, то есть произносится на санскрите и на хинди, в том числе телевидение или телевизор, дур-дарша. Дур означает далеко, дарша означает видеть, ну, как бы, ощущать. Вот сегодня упоминалась речь о богине Дурге, да, что означает слово дурга, на самом деле. Видите, опять же, дур, дура. Оно означает дур-гатчати. Проще можно перевести это как крепость, но если дословно, это то, что труднодостижимо, далеко дойти. Дур означает далеко, гатчати означает идти. То есть это то место, куда очень трудно попасть, туда очень тяжело когда-то добраться. Поэтому в санскрите изначально слово дурга означает крепость, ну, и в том числе один из них. Телефон, например, дур, Ваня. Ваня означает голос, да, дур, опять же далеко. Например, праде, Акаша, Ваня. Акаша означает небо, пространство. Акаша, Ваня означает голос, голос неба, можно так сказать, голос небе. И если вы понимаете вот эти шутки и слова, практически любые понятия, которые связаны с музыкой, с танцем, имена очень многих людей, например, они становятся для вас как бы понятны, вы понимаете, что стоит за ним. Ну, например, Рабин Драно, Хаккур, да, вы правильно зовут Хаккур, на самом деле. Так вот, Рабин Драно, смотрите, Рави Шанкар, известный Рави, что означает, вы знаете, нет? Рави означает солнце, вот сегодня, собственно, воскресенье, на хилле будет Рави Ва, день солнца. Рави, это 11 месяцев, основной использующийся солнце, Рави. Соответственно, в Бенгаре, да, собственно, Рабин Драно, Хаккур, там немножко вот этого звучания, оно изменено, поэтому он не Рави, а Рави, Рави, Индрано. Следующий, Индра, Индра, известное вам слово, да, это Бог, Крымавер, да, Равин Драно, Нат. Нат очень много где в листах, вы можете услышать, это означает проявитель. если вместе сложить рави на солнечный индра повелитель как у самого себя слово означает князь и это как бы фамилия которая в индии фамилия она является сигнификатором какой касте человека и вот соответственно его хакур это соответствующие фамилия которых которые можно понять кому может быть очень известная бравенская фамилия например шарма может быть слышали это очень интересно что само слово шарма до санскритско означает стык то есть некий стыдливый чей-лидь можно так сказать а можно вопросик да да жесты когда они разговаривают голову покачивают да это означает да я за что в индии по-моему наоборот нет это вот так это болгай вот не принято если ты приходишь и не от товара тебе нужно сказать кальвинг 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 означает завтра приходи завтра причем это завтра у меня был опыт может длиться месяц полтора ты приходишь завтра говоришь ну вот сейчас у вас корова заболела и вот свадьба у брата или вот концерт понимаешь что мы очень заняты но вот завтра вот поэтому завтра он означает как как вот как бы потом да может быть вообще никогда и вот с этим покачиваем головы это тоже очень многозначность же это в первую очередь делается тогда когда человек не хочет как бы сказать да или нет ну то есть ты его что-то слушаешь показывает что индийцы вообще очень любят проявлять негативные эмоции и не очень любят когда кто-то проявляет негативные эмоции особенно вот в этих ситуациях когда завтра встретимся или поезд опоздал на десять-пятнадцать часов и тебе приходится ночевать и это такой способ релаксации скажем так то есть вот пришел человек он как бы очень в раздраженном состоянии как бы все хорошо шанти-шанти-шанти спокойствие-спокойствие-спокойствие это очень такое как успокаивающее движение которое помогает и себе прийти в состоянии а другой стороны помочь человеку который в каком-то таком очень эмоциональном состоянии ну и можно как-то тоже тоже сбалансироваться но при этом могу действительно сказать что жесты и руки и движение вообще для индийцев это очень важно и мне кажется если им связать руки они вообще не смогут потому что они очень экспрессивно очень эмоциональные и руками они чего только не могут рассказать и при этом я могу сказать что это очень хороший помощник для изучения языка на самом деле потому что я читал научные исследования то что и когда мы вообще общаемся мы всего лишь где-то 5-7 процентов получаем информации в виде вот именно сухой информации видим слов и очень большой поток информации он идет за за пределами слов затем какими жестами какие эмоции вообще говорящего пытается общаться и если говорить про искусство танец музыку опять же русском языке есть такое понятие сердце сердце и в индии она тоже есть потому что очень многие знания они передаются не на ментальном уровне и на уровне будхи интеллекта так сказать они передаются на другому на уровне каком-то за за грани интеллекта и поэтому я один хотел сказать про образование его как раз про кинзии про санскрипт потому что это тоже очень интересная тема у нас совсем много времени но тем не менее да это вот немножко вернусь вот этим панчеварм да это вот те самые точки которые рассказывал да это соответствующие пособия самым низким очень интересно для меня оказалось то что санскрит на данный момент живой язык у нас принято считать что санскрит мертвый язык его кавычках препарируют в университетах и он назначен только для того чтобы читать и тексты сухие но на самом деле я хотел бы с вами поделиться информация то что последние пять лет например ежедневно выходит новости на санскрите каждые две недели выходит журнал который происходит исключительно на санскрите в котором они рассказывают разные новости которые происходят что у них встречи с людьми которые тем или иным образом связаны с искусством с санскритом с музыкой переводу песен из фильмов с хинди на санскрит или из каких-то других языков и соответственно из разных городов санскритологи те кто занимается санскритом придумывают новый текст на основании мелодии тех текстов которые при этом считается что санскрит это очень страшный сложный язык его очень тяжело выучить но по факту сейчас существует огромное количество организации самой индии в первую очередь так называемый санскритом партия которая обучает коммуникативным методикам собственно я так прикоснулся к санскриту и за две недели я научился разговаривать на санскрите самыми простыми годовыми вещами спросить как дела как надо идти до магазина сколько стоит это что ты делал вчера что ты будешь делать завтра и это действительно очень эффективно и эффективно это почему потому что обучение происходит по старой индийской системе сейчас очень сильно изменилась система образования похоже на нашу европейскую мы две недели жили в одном месте как в ашраме там же ели и спали что называется и общались исключительно нас раскрытия ни одного слова не на английском и на хинти ни какому-то нему в другом языке все абсолютно нас на скрытие и как раз для того чтобы нам понять друг друга для того чтобы в самом начале базовые слова как тебя зовут там откуда ты или еще что-то как раз визуальное взаимодействие да чтобы показать да иноции видать оно как раз и используется но сейчас я вам первый урок покажу например вот соскрито парати манам нам вишваха манам нам манама хейра манам нам манам нам тишина Продолжение следует... 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 а потом пытаемся собрать его на этом языке. И это так не работает. Почему? Потому что... Смотрите, я говорю, я Владимир, например. Всего два слова. Но если я говорю на хинди, мне нужно еще добавить муму. То есть это некое грамматическое слово, которое для хинди обязательно. Не только для хинди, а для всех индийских языков. То есть если языки они рядом друг с другом, например, русский и украинский, в этом сложности нет. Слова очень похожи и грамматику очень похожи. Но если мы делаем это с другими языками, которые дороги друг от друга, русский и английский, например, русский и испанский, русский и хинди, русский и китайский, то в этом случае оно не работает. Потому что для того, чтобы нам тогда сказать два-три предложения, приходится делать страшную математическую операцию, и это невозможно. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, как раз вот здесь, чем замечательный вот этот метод коммуникационный, что все общение происходит на языке, и ты выучиваешь не отдельные слова в конечном итоге, ты выучиваешь готовые предложения. У меня сейчас родные, они в Америке, и вот моя племянница около 8 лет, она сейчас удаленно в американской школе учит английский язык. И они общаются только на английском. Так вот, учат они не слова опять же, они выучивают полностью сразу предложения. Я из города Таркова, мне нужно купить ручку, я не знаю, я должен сделать то-то, 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 да? То есть это может быть не очень длинное предложение, не сложно причиненное, там, из 20-30 слов, но это должны быть готовые конструкции, в которые вы уже можете, там, если ручку вставить, книжку, кашу, сок или что-то. Но я хочу сказать, что если носитель языка будет разговаривать так, что он захочет, чтобы иностранец его не понял, иностранец его не поймет, поэтому есть другая техника. Все-таки лучше начинать с грамматики, а потом по грамматике добавлять именно, я просто с итальянским связывалась с языком, и там как раз говорят, когда иностранцы учили именно фразами, они говорят, ну что ты говоришь, как маракинец? То есть там нет вот этих... Ну правильно, потому что существует диалет. Изменение времени, то есть, слышать, но очень неприказно. Скоро, что то, что вы говорите, это как маракинец, не с точки зрения грамматики, а с точки зрения как раз произношения. Грамматики. С точки зрения грамматики. Ну, на самом деле, в русском языке тоже так, потому что у нас есть слова, например, «бореврик» или «бордюр». Вроде как вы из России, а при этом немножко по-разному люди разговаривали. Из Вологды вы какого-то. Самое важное в моем мире, чтобы люди понимали друг друга. Да, может быть, это будет сложно. Может быть, это будет неправильно. Ничего страшного. Грамматика, она в конечном итоге вернется. И в этом смысле я могу порекламировать такого человека, его зовут Венни Льюис. Это ирландец, который знает сейчас около 14-15 языков, в том числе и арабский, и китайский, и язык жестов. И он выпустил книгу, интересно, что идет почему-то до сих пор, хотя она выпущена уже день 10 назад, которая называется «Свободное владение языком за три месяца». И он говорит как раз об этом, о тех ключевых моментах, которые нужны для того, чтобы свободно начать общаться на языке. И вот этот лайфхак, можно вам сказать, так сказать, ловко поем на хитинском санскрите называется, о том, что сначала нужна общение, потом уже грамматика, это его, в первую очередь, слова, потому что действительно это работает. Потому что, когда мы с точки зрения грамматики беспокоимся, мы говорим на это как на математику. Мы смотрим на язык как на некую физику, химию, то есть некий предмет, который требует каких-то вычислений, сопоставления и получения. Не могу сказать, что если говорить про санскрит или про русский язык, то выучить все наши приставки и то, как склонения меняются с точки зрения математики, это невозможно. Это можно выучить только практическим произношением проговаривать. Когда так много-много раз произнется правду, о том, что мама была равной, или мама была равной, то в тот момент, когда эта ситуация возникает, уже даже сомнений нет. Потому что ты много-много-много раз это проговорил, и ты не задумываешься о том, почему здесь «он» в конце, почему «ой» в конце или еще какое-то окончание. Этого не нужно анализировать, не нужно вычислять. Оно уже есть. Собственно, как дети учат язык. Слушают, слушают, повторяют. Вот эта техника как раз наслушаться языка. Как раз, когда приезжаешь в какую-то страну, все говорят, слушай телевизор и радио. Тогда вот это вот и внедряется. А потом фиксируется фраза или слово, ты смотришь, что это в переводе, все для тебя это слово открыто или фраза. Да, но если вы не будете говорить, то вы не сможете. Но это должно быть активно. И вот моя идея в том, что для того, чтобы обладать языком, первое, нужно схватить музыку языка, не бояться ее, ее практиковать, и переходить вот как раз в письменности, в грамотике уже в следующем этапе. Когда вы уже почувствовали себя свободным, когда вы уже влюбились в язык, и только тогда, собственно, происходит. Если говорить по поводу приехать в другую страну, тоже очень интересно, потому что сам Венни Льюис, он испанский язык такой изучал, он рассказывает, что приехал в Испанию, решил вот сейчас и приехал, все, через пару-трех дней я начну разговаривать, как он на испанском. У меня то же самое было с Хинди, когда я приехал, я два года учился в Венарес Лизе Университи, в Аранасе, в одном из крупнейших университетов в Индии. Существует такое понятие, как экспат балл, или пузы экспатов. То есть ты сразу, потому что тебе нужно решать кучу организационных вопросов, где жить, как есть, как оформить визы и прочее. Ты находишь таких же, как ты, которые этот путь уже прошли в прошлом году или за прошлом году, и образуется несколько такой комьюнити, которая друг другу помогает. Вот у меня тоже было такое русское комьюнити студентов, которые приехали, кто-то там учил санскринт, кто-то еще что-то. Но как долго ты попадаешь в это комьюнити, Хинди уже не нужен. И поэтому беда в том, что ты попадаешь в этот пузырь, и из него, чтобы выбраться, это нужно сделать осознанно, отказаться от того, чтобы общаться на родном языке, и начать общаться, собственно, с иностранцами на их языке. И для этого, ну как бы, опять же, вот психологический барьер нужно переступить, перейти, и только тогда это сможет произойти. Иначе можно провести год, два года, общаться при этом на английском и на русском, и никакого другого уже сыграют. Ну ладно, я думаю, что сегодня время там уже 6.15, вам уже зам нужно здесь закрывать. Два предложения. Или вы сейчас спустите зону пониже? Или вы сейчас здесь, скажите, завершающую идею? Или вы спустите зону пониже и там еще поговорим? Я думаю, что... На следующий раз. Ну, после концерта, потом еще... Да, да, да. Прошу, подписывайтесь ссылка на мой сайт, если вы тут заинтересуетесь. Опять же, через материальные, на такте тоже есть. А где тут ссылка? Тут, на этом... Ну, там, самым внизу есть ссылка на мой сайт. www.idgrimstyle.in Да, пожалуйста. Заходите, вы можете со мной сюда. Я рад вам помочь. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.